Настало время. Кошечка с детишками наконец-то попали в приют. Ребята, привет всем из сельского мини-приюта Ирины Стрижак. Вот у нас эта эпопея с котятами и их мамочкой по соседству тянется, но уже ждать некуда было. У котенка Рыжика нарыв на щеке. Хотел авонтер уже везти его в клинику, ему было уже явно плохо. Даже сам шел уже в руки, но утром при женщине нарыв прорвал. Волонтер его обработала, но нужно было антибиотик и обрабатывать рану чаще. Девушке, что там живет, удалось их всех заманить в клетку. Хорошо, у волонтера была дочь Лера в гостях, они вместе принесли клетку. Поселили их всех отдельно. Как раз дожди волонтеры не бегать далеко кормить. И они не под дождем. Кошка, мама, правда, была очень недовольна. Все-таки она на свободе привыкла, да и котятам бегать охота. Но раз поставили условия, нужно забирать. Две девочки и рыжий мальчик. С определением их будущим волонтер сомневается. Потом всех нужно будет обрабатывать от плохо, потом стерилизовать, а кошка старенькая. Хотя волонтер Лена Скорогобогатова из Шанса на жизнь говорила, что есть у Алексея Алексеевича наркоз хороший. Но волонтер думает, он не дешевый. А не стерилизовать, если потом опять будут другие котята, опять бездомные. Всех же не заберешь к себе в приют. Итак, уже у волонтера 23 кошки, 9 собак. Они все с хозяйкой. Всех кормить нужно, лечить, обрабатывать. Еще разъедутся дачники осенью. И начнутся котята, щенки на остановках собаки голодные бегать. Их и так сейчас хватает. Так что очень нужна ваша помощь, друзья. Без вас невозможно одной женщине тянуть такое количество животных. Спасибо отдельной Лене Скорогобогатовой, которая дала нам клетку во временное пользование. Это было очень важно. Рыжик, кис-кис-кис-кис. Маленький, покажи щечку. Рыжик. 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 Продолжение следует...